приветствую всех друзья на канале эрзон game и сегодня предлагаю вам пройти и посмотреть на один из проектов который открылся буквально на днях и называется он империан altis life уже из названия понятно что расположен данный проект на карте altis ну и базируется на игре арма 3 данная сборка находится в стартовом режиме поэтому еще не все что запланировано администрации мы сможем увидеть какие-то базы какие-то отдельные элементы еще не добавлены но мы посмотрим то на что есть и что очень-то представляется на самом старте этого проекта ну а начнем мы наверное как раз вот с этой заставочки которую вы сейчас видите экран не зря разделен на две части на данном проекте есть так называемые спокойные зоны а есть зоны с аномалиями которые мы тоже позже коснемся по всему и вот такой вот посыл от авторов в виде вот этой вот картиночки ну и переходим дальше а дальше нас ждет достаточно интересное меню где вам предлагается по новой кастомизировать своего персонажа что-то типа как в gta-шке как можете заметить имя фамилия уже вписаны корректируете возраст и в общем то можете выбрать любую аватарку которая вам понравится подобное исполнение при входе в игру я уже встречал но надо сказать что встречается это не часто ну и ладно заходим дальше вход в игру выполнен я бы сказал стандартно то есть единственное что бросается в глаза на хорошо и легко читаемые иконки но картой мы коснемся чуть позже давайте заходить на проект центр ковалы конечно же центр ковалы и вот то что мы сейчас видим в общем то это и все изменения которые есть на этом проекте не буду судить хорошо это или плохо но сразу же видно что авторы данного проекта придерживаются политики минимализации скорее всего данная политика у них выбрана в пользу fps потому что действительно fps на проекте божественный нету никаких просадок не в ковали не естественно за ковалой fps очень высокий играется очень приятно и гладко но красоты этой карты мы не увидим по той простой причине что это абсолютно стандартный altis вот такой какой его сделала компания богемия в общем-то с очень минимальными изменениями которые ни на что не влияют но я их постараюсь вам показать что касаемо планшета тоже все очень скупо очень сухенько сделано но есть настройка которая позволяет вам включать или отключать боковое меню воспомогательное меню и можно в общем-то отключать вообще весь худ также есть дополнительные иконки которые встречаются не часто одна из них например это оплата штрафов и каких-то налоговых обложений вот с налогами я не разобрался за что они накладываются и как их надо платить и переходим к карте карта заслуживает отдельного внимания как вы можете заметить иконки похожи на старые но они переделаны и очень интуитивный в общем-то на каждой иконке написано все что вам надо плюс карта интерактивная она имеет таблички при наведении курсора на какую-то иконку также сделано и менюшка но менюшка да она как бы можно сказать обычная она просто у нее просто в общем-то изменен внешний вид вот видите написано сидим да когда мы нажимаем загорается беленькая и эта категория отключается но самое важное это интерактивность карты вы можете заметить в правом верхнем углу выскакивают таблички таблички не просто обозначающие это место в них расписано абсолютно все с каким инструментом надо приезжать какая у вас следующая точка что надо делать на этой точке в общем полная полная аннотация карта очень и очень хорошая особенно для новичка если вообще таковые еще есть в игре арма эта карта поможет разобраться практически во всем и куда ехать и куда у тебя следующая точка и с чем тебе надо сюда ехать в общем очень хорошая карта и переходим еще к одной достаточно важной вещи это система взаимодействия взаимодействие между игроками предметами объектами и тому подобное здесь все сделано непривычно основными кнопками являются tab и windows именно через эти кнопки и происходит все взаимодействия с банкоматом с аппаратами в магазинах между игроками даже элементарная посадка в автомобиль происходит здесь абсолютно другим способом садитесь вы через пробел а вот вылезаете из машины через кнопку в английская буква в также вы могли заметить при посадке не появляется стандартное меню вызываемая колесиком мышки ну и могли заметить что есть анимация показа паспорта что да выглядит очень прикольно ну а мы движемся дальше и следующий пункт это получение подъемных ну как всегда банкомат и как он выглядит как я и говорил все очень скупенько и стандартненько подъемных дается всего 2000 переходим к лицензиям которые здесь тоже выполнены своеобразно лицензии вы сейчас видите стоимость на лицензии ну я бы сказал очень большая но по условиям этого проекта вы вообще можете не покупать лицензии основные лицензии это водитель дальнобойщик ну и по желанию пилот или моряк рабочие лицензии можно не покупать вы можете ехать заниматься тем что вы выбрали и лицензия вам для этого не нужна но если вас остановит полицейский и попросить предъявить лицензию на трудовую деятельность у вас возникнут проблемы но так или иначе выбор остается за вами копить на лицензию или работать без лицензии все в ваших руках единственное что бы я отнес к минусу это вы не сможете посмотреть не автотранспорт не авиационный транспорт никакой транспорт вы не увидите ну и тем более не сможете купить если у вас нету на лицензии категории b c и того и тому подобное вы сможете управлять транспортом только в том случае если вам его кто-нибудь даст свой же вы купить не сможете ну а что касаемо самого транспорта то наверное вы его сейчас видите как оформлен магазинчик тоже все перед вашими глазами слава богу что выбран нестандартный ангар принципе все то же самое ручное прокручивание приближение удаления но вот выбран другой ангар и уже магазин играет каким-то другим светом уже как-то приятнее глазу потому что уже надоел тот самый стандартный ангар которым это обычно происходит ну а машины сказать в общем-то нечего есть огромный выбор покрасок покраски доступны всем и випом и девипом краски как хотите машинку есть поочередность цен сами можете заметить начинается все с минимальных и идет такое вот повышение цен все дороже 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 есть вот эта пошаговость которая нужна в основном новичкам у которых не очень много денег и для них вот эта пошаговость является в общем-то решающей есть и виповские они представлены внизу их пять штучек и они выделены вот таким вот серым цветом в общем то вот такой вот магазин легковой техники ну а мы с вами переходим к следующим магазинам которые есть на этом проекте выглядит все вот таким вот образом и наверное тоже удивить то я вас здесь особо не смогу но тем не менее здесь тоже есть интересные элементы ну фотоаппарат это ладно в общем то то что здесь представлено достаточно стандартно но есть некоторые и добавления например пила которую я встречаю на самом деле вообще первый раз также есть молоток который вот сейчас вы видите как я потом выяснил все это нужно для крафта то есть вы собираете элементы крафта и один из элементов должен быть либо пила либо молоток поэтому он здесь и представлен но удивило меня другое я очень часто показывал как в этих магазинах расположены объекты они в основном всегда лагают посмотрите как ровненько крутятся объекты здесь вот это наверное и есть последствия того что авторы выбрали минимализацию своего проекта стандартная карта минимальные изменения и как результат все движется очень и очень гладенько ну а что касаемо одежды то наверное могу сказать одно что ее очень много и радует оформление опять выбран нестандартный ангар и эти светлые стены они как-то более радостно что ли наверное просто из-за того что это нестандартно поэтому и приятным взгляду что ангар стены вокруг они вот не такие как обычно это черные какие-то зеленые тона здесь все в серых тонах это все выглядит приятно одежды очень много она разделена под категории как это везде сделано и единственным наверно плюсом здесь я могу отметить что ее действительно очень много есть какие-то свои уникальные текстурки на одеждах но сам сами модели одежды в общем-то стандартные то что мы можем встретить на огромном количестве проектов есть еще и как добавленные элементы это всякие цепи аксессуары они тоже здесь продаются в этом магазине так что в общем то наверное задерживаться здесь особо долго то мы и не будем а сразу перейдем каким-то трудовым занятием на этом проекте ну и вообще надо уже как-то начинать здесь существовать одно из таких занятий которые мне приглянулось это работа строителя согласитесь встречается достаточно нечасто последнюю такую работу я видел на проекте роз которого к сожалению теперь уже нету ну а как это выглядит вы сейчас видите после того как мы устроились появился палет с мешками когда мы берем мешок появляется информативная табличка но она еще и дублируется меткой но лучше читать табличку она говорит на какой этаж вам надо поднять этот мешок принципе можно ориентироваться на метку но лучше читать табличку это быстрее такая работа мне понравилась в принципе это свежо это не часто встречается это интересно но другая сторона этой медали что это очень быстро надоедает и оплачивается это очень и очень скудно ну наверное вот по этой причине здесь в общем то никто кроме меня и не работал ну и так как тратить свое время за копейки естественно мне тоже не понравилось я на этой работе надолго не задержался да и в целом надо сказать что на данном проекте нету никакой абсолютно никакой системы прокачки поэтому данное занятие за копейки становится вообще просто какой-то обузой для проекта потому что но она бессмысленная просто так ходить носить мешки за копейки ну кому это интересно а прокачивать здесь принципе ничего здесь вообще нету никакой системы прокачки ну и я перешел на работу почтового служащего на вот такой вот машинке fedex и наверное вы заметили что я поехал в своей форме не знаю баг это или нет но здесь не надо покупать форму форма есть но покупать ее не обязательно вы можете работать в своей форме не могу сказать что это баг или это так и задумано но вот так вот это выглядит ну и так как в этой почтовой версии есть выбор точек я выбрал первую двадцатую но еще в ковали меня предупредили что это достаточно опасно там на трассе есть круги в которые въезжать нельзя и я грешным делом подумал что человек имеет ввиду вот эти вот круги но это не так это точки захвата которые есть на этом проекте а круги я покажу чуть позже но я сдуру отметил себе вот эти вот кружочки надеясь на то что речь идет именно о них и отправился отправился в путь на двадцатую точку но все оказалось не так просто как я думал и тут мы вспоминаем начальную заставку про которая говорил она разделена на две части есть безопасные зоны а есть зоны с аномалиями вот в такую-то аномальную зону я и влетел и оказывается они действительно отображены на карте но очень очень бледно вы сейчас это можете видеть человек в ковали говорил мне не про эти круги которые круги для захвата а вот про эти вот бледненькие которые я сейчас обвожу маркером вот в никто въезжать и нельзя они как раз стоят на федеральной трассе и без специальной экипировки оборудования и в принципе знания что здесь находится здесь ездить нельзя если вы хотите поработать почтовым курьером то все эти круги все эти пятна аномалии вам придется объезжать объезжать по полям по лесам но ни в коем случае нельзя пересекать ее насквозь иначе может получиться вот так но что это за аномальные зоны и что здесь вообще можно делать меня очень сильно заинтересовало для этого я вернулся в город обзавелся нужным оборудованием какой-то определитель аномалии у меня был и какой-то еще видимо рентгеномометр ну и еще у медика я попросил на время какой-то халат который в общем-то защищает но не сильно и вот этим оборудованием снарядившись я поехал в эту территорию в эту зону аномальную правда по пути еще немножко ушатался ну а выглядит это вот таким вот образом сразу же при входе в такую аномальную зону у вас переключается вид на первое лицо и включить вид от третьего уже нет никакой возможности и в домах разбросаны вещи ну это сделано по лору типа когда вот эти аномальные зоны здесь начинали разрастаться люди в спешке разбегались и вот какие-то вещи у них остались правда можно было бы наверное антуражик поднавести какой-то более естественный но есть что есть в общем находим вот такие вот вещи и их лутаем бегать приходится много и насколько я понял в больших домах ничего нету все что можно найти это в каких-то маленьких сараюшках и даже иногда на крыльце дома валяются вот эти вот сумки сумки всегда одинаковые они не меняются ну а то что там можно найти в принципе вы сейчас видите это какие-то фонарики лце ушки какие-то батареи что-то там к оружию можно найти говорят что можно найти огромное количество денег говорят что можно найти и само оружие люди находили но мне же к сожалению не повезло находиться же в этой территории очень страшно я вам скажу особенно если в реальности на дворе темно уже как я играл уже стемнело и даже здесь в игре уже наступала ночь и все время вот эти вот шаги и ощущение что тебе кто-то сзади подкрадывается видимо наложены постоянные шаги рядом но все время шугаешься вопли вот эти крики но атмосферность конечно создана ну я бы сказал такая божественная действительно мурашки бегают по коже ну а если касаемо того что здесь можно найти то вот тут я ничего хорошего сказать к сожалению не могу все что я там насобирал из ценного это только деньги тысяча две три тысячи все вот все остальное это какой-то хлам причем действительно хлам потому что продать его вы никуда не можете эти фонарики эти батарейки они принципе никому не нужны любой может сюда зайти и на лутать тоже самое поэтому продать это некому а точки сбыта вот этого вот и барахла тоже нету то есть я набил себе карманы и честно говоря минут через двадцать когда я понял что девать это некуда я просто это выкинул потому что ну некуда это девать это просто хлам из ценного только деньги ну а из денег мне удалось насобирать 7 или 8 тысяч точно не помню для примера поездка от первой точки почтальона до двадцатой точки стоит 13 700 думайте сами выгодно это или нет но если смотреть на эти локации с точки зрения добавленного ивента на самой карте то это принципе прикольно да я просто думаю что надо все таки доработать чтобы человек идя в эту аномальную зону мог оттуда вынести какую-то интересную вещь не тратив на это огромного количества времени я здесь провел ну очень много времени даже один раз от кис ко мне прибегал кстати говоря медик на медики суда тоже не могут заехать они тоже бегут бегом и если вы в большой аномалии то ну велика вероятность что вы откиснете поэтому вот это тоже надо учитывать но мне кажется что нужно все-таки ввести точку продажи этого лута иначе вы действительно вот как и я будете просто выкидывать потому что девать его некуда а вот кстати как здесь оформлена доска объявлений которая стоит на центральной площади где в общем-то один из вариантов где вы могли бы продать то или иное и да если вы найдете оружие что-то ценное то наверное с помощью вот этой вот доски вы сможете его продать но вот такие вот дозиметры и лце ушки и фонарики конечно же никому не нужны поэтому как я и говорил это хлам но вот доска выглядит прикольно и визуально она выглядит как доска объявлений они просто белое какое-то полотно и она еще и функционально то есть здесь мы можем найти вот например человек ищет себе работников набирает в организацию работников и организация будет кстати называться деловые линии ему можно прямо же здесь вот читаем объявление и прямо же здесь ему можно ответить написать сообщение и отправить и она ему дойдет и вот на таком примере как это сейчас делаю я можно выбрать объявление и тут же ему написать ну смысле владельцу этого объявления я написал по объявлению потому что я знаю что этот человек будет открывать организацию деловые линии с этой организации я знаком по проекту альтере кстати ссылочку на этот проект будет вот здесь в правом верхнем углу а почему я его упомянул да потому что вот этот проект это перерождение того самого альтере который был когда-то очень популярен те же самые владельцы те же самые организации но в общем вы можете сравнить каким был альтере и какой стал эмпириан а то есть нынешняя реинкарнация того самого альтере ну ладно переходим дальше к магазину грузовиков про который в свою очередь как и про магазин на легковой технике ничего плохого сказать не могу все выглядит симпатично красиво большой список автотранспорта есть и пошаговость то есть цены варьируются от дешевых к дорогим естественно ну чем дороже тем больше слотность это понятно это все правильно сделано но есть та самая пошаговостью и в общем-то изначально есть из чего выбирать то есть тут как бы есть и простые модельки есть и уже более под навороченный есть много вариантов покраски что тоже меня обрадовало есть уникальные покрасочки которые здесь присутствуют если же исходить из экономические ситуации этого проекта то каждой машине ну не каждой машине а к первой машине которую вы будете покупать нужно прибавить еще 7000 по моему стоит лицензия категории c ну или так называемая лицензия дальнобойщика поэтому вот такая здесь условность в общем-то для того чтобы пойти приобрести какую-то машинку сначала нужно потратиться на лицензию лицензия 7000 это весомые деньги потому что и напомню что дается подъемных всего 2000 которых хватит вам на категорию b а вот она грузовики придется немножко где-то под заработать ну и дальше уже приобретя лицензию вы можете выбирать есть и дешевенькие есть конечно же и очень дорогие в общем мне магазинчик понравился и сам автопарк тоже очень симпатичный ну и от покупки автотранспорта переходим к дальнейшему продвижению по этому проекту и каких-то рабочим занятиям далее естественно после покупки собственного транспорта надо заниматься уже работой на себя и тут мы переходим к тому как устроен здесь сам процесс фарма и в общем то здесь как я вначале сказал достаточно все сухо ничего интересного ждать наверное не следует как я уже говорил никакой системы прокачивания здесь нету все что может вас ускорить это vip статус в остальном вы будете одинаково долго или может быть быстро фармить вот в таком вот режиме ну а сам режим вы сейчас видите это достаточно старенький скрипт который работает с помощью левой кнопки мыши три раза махаем киркой появляется видимый объект на данном случае объекты как вы видите заменены такие ярко оранжевые лепешки это видимо медь да мы были на мере поэтому это медь на сборе плодов и овощных культур никакого инструмента не требуется и тоже заменены объекты то есть это не какие-то корзиночки это не мешки это ящики но тем не менее скрипт достаточно старый взаимодействуем на данном случае тоже кнопкой мыши но и потом ходим и собираем после чего все перегружаем в машину ну и коли уж мы задели тему фарма на этом проекте то тогда наверное надо рассказать о организации которая вот в ближайшие дни здесь откроется но можно сказать что она уже существует и вот таким вот образом она выглядит называется эта организация деловые линии когда я здесь играл на еще проекте алтари мы с тимуром заходили даже устраивались в эту организацию организация прикольно это аналог профсоюза просто изменено название на деловые линии основная специфика данной организации это помощь населению помощь новичкам ну и естественно активный фарм у данной организации будет свой логотип такая надпись деловые линии свой автотранспорт в общем у них все свое ну и надо сказать что организация подросла со времен авторе там это находилась в этом же месте но очень скромненько все было а теперь это вот такое вот производство в общем то выглядит весьма и весьма серьезно ну и будем надеяться что данная организация будет процветать на данном проекте ну а мне больше показать то наверное и нечего как я в начале сказал красот этой карты мы не увидим потому как это обычная стоковая алтисовская карта которая ну в общем то практически не изменена но если не считать центра ковалы ну и вот таких вот внедренных в эту карту группировок или баз ну а больше в общем то посмотреть не на что все точки добычи достаточно стоковые точки переработки или продажи внедрены в саму карту то есть объектов никаких нету просто внедрили в более-менее подходящие по смыслу или может быть красоте места в общем то наверное и все если вам понравился данный проект то заходите как я сказал это бывший алтари то есть значит и роли play здесь будет вестись в общем то в том же направлении в каком он был когда-то на прошлом проекте империя а так теперь называется этот сервер открыт открыт для игроков так что заходите играйте отыгрывайте свое рп получайте удовольствие ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго